В рамках празднования 150-летия со дня основания станицы Славинской учреждениями культуры были проведены литературные игровые программы для детей в Цветочном Царстве, Книжном Государстве, посвященные Году Литературы. В атмосферу сказки вместе с юными славянцами окунулись и мои коллеги. В первый день фестиваля череда праздничных мероприятий открылась детской литературной игровой программой в Цветочном Царстве, в Книжном Государстве. Поскольку 2015 год в России проходит под эгидом Года Литературы, организаторы праздника просто не могли обойти эту тему стороной. Наверняка каждый ребенок мечтает попасть в сказку, встретиться с любимыми героями, загадать желание и окунуться в атмосферу волшебства. В праздничные дни самым юным славянцам и гостям города представилась такая возможность. Возле городского Дома культуры развернулось Цветочное Царство, Книжное Государство. Так называлась волшебная страна, в которой девчонки и мальчишки совершили увлекательные путешествия в царство любимых сказок. Попасть в Цветочное Царство, Книжное Государство не так-то просто. На входе стоят стражники и, чтобы получить заветный пропуск, необходимо наизусть рассказать скороговорку или ответить на вопросы по литературе. Насыщенная программа включала работу сразу девяти тематических площадок на каждой из своих героев и, конечно же, сюрпризы. Здесь можно будет и почитать, и поиграть, и полепить. Все, что угодно. И все это связано с книгами. И везде вы можете побывать, поиграть. Плюс у нас там еще есть шатер, где сидит хан. Можно посмотреть, сфотографироваться. То есть везде кругом у нас цветут цветы, улыбки. Вот еще у нас сюда дерево станция, где можно огромное дерево, которое будут делать сами ребята в течение дня. Они будут из цветной бумаги делать цветочки и украшать это дерево. И в конце дня мы посмотрим, что у нас получилось. Эта площадка – это совместное творчество. Вместе весело играть. Ждала ребят развлекательная станция, где каждый мог попробовать себя в роли рыбака. Поймать золотых рыбок можно только игрушечными удочками. Это оказалось не так-то просто. Все в детстве играли в настольные игры. А каково самому стать героем игры? У ребят была такая возможность. Мне тут очень понравилось. Я тут почти везде, можно сказать, участвовал. Уже заработал 9 печатей и заработал призы хорошие. Я играл там в рыбок и делал там цветочки. Мне здесь очень понравилось. Я здесь сделала цветочки, еще играла в рыбок, закидывала кружочки. Мне здесь очень сильно понравилось. Я хочу еще. Здесь все очень красиво, здесь все очень прикольно, здесь очень много развлечений для всех. В цветочном городе можно было встретить клоунов, ростовых кукол и даже шахеризаду. Кроме того, юные славянцы могли заглянуть в гости к мухе-цокотухе, попить чай с ароматными бубликами и пряниками. Очень впечатлила ребят станция «За что я люблю свой город». Я люблю свой город, потому что он красивый, чудесный, в нем много игр, много всяких развлечений, качелей. И хочу, чтобы город так и сохранился красивым и чудесным. Наряду с участием в литературных и спортивных играх и конкурсах, блицопросах, чаепитием и работой в творческой мастерской, дети смогли продекламировать произведение великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, непосредственно их автору, костюмированному герою праздника. У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе том, и днём и ночью ход учёный, всё ходит под кругом. Идёт направо, песнь заводит, налево сказку говорит. От желающих не было отбоя прочитать стихотворение. Кто не знал произведение наизусть, тот мог прочитать отрывок из книги. Главное – сделать это с выражением. Взамен ребята получали свои заветные баллы. Я очень люблю стихи Пушкина и поэмы. Мне здесь очень нравится. Мне очень понравилось тут ловить рыбок, Пушкина рассказывать и делать маски всякие. Я ещё получил наклейки у Пушкина и грамоту у Пушкина. Ольга Лях пришла на праздник вместе со своей внучкой Алисой. Они побывали на станции «Волшебный клубок», где, посетив мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, квиллингу попробовали сделать поделку своими руками. Мне нравится делать цветочки, только у меня ничего не получилось. Но я сейчас сюда пришла первый раз, и у меня уже всё получилось. Мне очень тут интересно, тут много цветочков. Я цветы люблю. Но не только дети. Взрослые также остались впечатлены от цветочного праздника. У меня впечатления огромные. Настолько красиво, настолько нарядно. Просто нет слов. Праздник очень интересный, такой занимательный. И очень много всего творческого. И особенно интересно, пчёлочка там чай раздаёт, рыбалочка интересная, девочки там рисуют. Словом, все остались довольны. Такое семейное путешествие в сказочную страну запомнится ребятам на долгие годы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова